Всем привет! Сегодня у нас Nightfall на Caroblade. Также в этой игре мы можем наблюдать Квадекса на УД 22 ранга, Кзиби на Энигме 91 ранга, Даза, я не знаю кто это, и Топсон с этого ранга. Сегодня у нас Идеалыч на Коре. Очень будет интересно понаблюдать, как он будет играть, как сносить товара и что вообще будет делать на этом замечательном героде, который в данный момент в мете находится. Забирает руну просто быстренько и получает сразу стак, но ничего в этом старошного нету. По закупу пробежимся, он все купил, танго, парочку веточек, топорик и стики. Сразу жапает стики, приносит себя в курьере. Интересно, против кого он будет стоять в этой линии, видим зомби на ней. Зомби забегают за Т1, уже агрессивное очень начало, и кто же будет вторым героем. Это будет Некролит. Некролит в зомби очень неприятная линия против Террублейда. Очень необычный выбор с пыла, он закачал Рефракшн. Рефракшн. Оу, как-то совсем грустно этой линии стоит, обычно берется метаморфоза, и хоть как-то Крепы начинают умирать. А так вообще прям неприятно, неприятно этой линии устоять. Ну посмотрим, как оно будет. Очень неприятный герой Некролит против Террора, особенно в начале игры. Как-то разменяются суппорты, а Флейнер и Кор пытаются как-то более-менее выфармливать хоть что-то. Тем самым Кзиби умирает в боте, что сначала очень плохое у команды Дайр. Очень агрессивно играет зомби. Левел 2 ужапает. 100 хп оставалось Найтфола. Очень-очень-очень сложно эту линию играть. Как-то очень агрессивно играет Дизраптор, куда-то бежит. Здесь же зомби ставится, тамба, нападение тамбу. Мигает, нужно разбивать тамбу. Денайт Некролит, отлично сыграно от Некролита. Отлично закрывает Некролита. Демажит Найтфол. Получится ли его убить? Промахивает с первым спл. Умирает, отлично, просто умирает Некролит. Хорошо сыграно. Также идет нападение на Дизраптор. Возможно, Дизраптор умирает. Возвращает в крипов он зомби. Умирает зомби, умирает Дизраптор. Один-в-два размен, Найтфол это просто невероятно как устраивает. Закачка 1-1-1 пока. Очень хороший размен был. Очень много Икспы, очень много золота он с этого золотал. Иззайд первый спл. Пока линия выравнивается. Запуливают его тангой, приносит ему перчаточку. Это будет выход в быстрое ПТ. Направляет иллюзию за зомби. Закрывает зомби. И просто идет в него. И Некролит просто. Райкликом, райкликом, райкликом. Нажимает в террора. Нападение идет на Некролита. Очень хорошо его разминают с ручки. Даже без метаморфозы. Оно его очень хорошо пробивает. Приносит себе еще танго. Достаточно неплохо он себя чувствует. На этой линии. Очередная метаморфоза. Нет, точнее рефракшн. Четвертый левел. Интересно, что он закачает на четвертом левеле. Ставится тамба. Нужно сразу разбивать тамбу. Отлично разбивает тамбу. Золото золотал. Закрыл вражки героев. Нужно отбегать, отбегать, отбегать. Ничего не получится. Слишком много урона получает от зомби. Зомби наслакал себе слишком много здоровья. И просто бежит в вражеских героев. 18 секунд, 15 секунд уже до метаморфозы. Можно как-нибудь словить под нее вражеских героев. Отлично идет нападение. 4 секунды, 5 секунд. Нужно как-то закрывать. Умирает Дезраптор. И ничем не увенчался успех. Хорошо задавили вражеские тиммейты, вражеские враги. Буквально ничего не сделаешь уже. Вообще, ТБ в этот пик, что Лич, что Некролит, что ОД, что Зомби, что Алхимия. Как-то не сильно и вписывается. Очень сложно будет играть против вообще всех этих героев. Но интересно будет, как он сыграет. Райан Доропа у него есть, ПТ есть. Возвращает Некролита, получится ли, хватит ли урона. Одна тычка не хватает, а он убегает. Обидно, обидно, что заюзана метаморфоза, что герой вражеский улетел, что делать непонятно. Ну хотя, ну забрал просто всю пачку и еще в лесу крипов. Хоть что-то, хоть как-то. 29 крипов он имеет. Посмотрим, что по Нетворсу. Он занимает первое место. Достаточно очень хорошая линия на данный момент у него. Можно развернуться на Зомби. Зомби хочет поставить там Бу. Не закрывает, возвращает его, но решили все-таки отойти. Один в два в два пока качает. Стакает он крипов себе идеалич. А покуда все очень хорошо получается у Найтфола. Идеальную линию стоит. Максимально с него вытаскивает. Имеет первый Нетворс вообще в игре. Нападение идет на Некролита. Выживет ли Некролиту. Отлично, отлично, отлично. Забирает он еще раз. Закачивает он ультимейт. Очень обычный выбор. Обычно не качают ультимейт на ранней стадии игры. Потому что он нафиг не сдался. А тут он решил закачать. Возможно свапнется здоровью с кем-нибудь. И они просто быстренько убьют его. Неплохой выбор. 2000 преимущества уже за командой Дайер на шестой минуте. Это очень много. Отводит он свои иллюзии. Крипов. Байтит он ультимейт его. Нужается ультимейт. Отлично просто. Но восстанавливает быстренько здоровье себе. Разбивается быстро Тамба. И также идет... На Некролита убивает Некролит. Ничего не может с этим сделать. Претепешивается ОД. Нужно бежать. Нужно бежать на Идеалочи куда-либо. Умирает Дезраптор. Но ничего страшного. Скватекс уже здесь. Они скорее всего будут пушить на мид. Мигает террор на мид. Нужно претепешиваться. У него уже есть. Ничего себе. На седьмой минуте у Скватекса уже есть метеорит. Он просто... Снесет. Ничего ты не сделаешь на терроре. Мигает на мид. Мне кажется, можно было просто претепешиться на мид. И просто сносить мид. Да, он этим делает. Но он что-то задолго очень. Очень долго этим занимался. Мигает, мигает, мигает очередной раз. Сейчас иллюзию он закачал в ройку. Здесь видим зомби. Но размен идет в раме. Мид на топ. Здесь уже некролит О5. Здесь уже лич подошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же плохо. Отлично возвращают некролита. И выживает на этом террорит. Он убегает в лес. И все заканчивается на этом. Какое-то за место. Мне показывают, какой. Умирает некролит. Получится ли забрать ОД? Я не вижу. ОД выживает. И все враги. Союзники выживают. 4-400 у Сквадекса. На ОД. Отличное смещение было на 7-й минуте за Брат Тавер. И они засейвили Тир-1. В центре. Что тоже очень классно. Некролит все не останавливается. Юзайца у Тимет Некролита. Чтобы восстановить себя больше здоровья. Разворачивается Некролит. Убегает в неизвестном направлении. Замаксил он иллюзии. Для того, чтобы фармливать лес как можно больше. Иллюзии не умирали и были сильнее. Яшу себя приобрел. На 9-й минуте Яша ПТ. Вау. 4-500 на Творц у него уже. Особо Некролита ты ничего и не сделаешь на этом герое. Как-то пока так себе. Умирает где-то зомби очередной раз от Тобсона. Мека купил себе Кзиби на Энигме. Седьмой левел и Ментал Химик. Ну а пока фармить. Даже не стягиваться никуда. Особо мне кажется, ты никуда и не стянешься. Покуда у тебя Метаморфоза нет. Нужно просто все это время фармить. Нужно как-то подпушивать что-нибудь куда-нибудь. До Метаморфоза. Сносит Таври и уходить дальше. Выфармливать куда-либо. Нет смысла драться без нее. Она очень сильно бафает этого героя. Он, можно сказать, зависит. Он все Кларити принес. Устанавливает ману. Не хотел бежать на базу. И хочет куда-либо стянуться. Но все линии запушены. Непонятно куда. Мигает на Алхимика. Что хочет забрать его. Юзает Метаморфозу. А-ля фарму в лесу. Что-то очень необычное. Нажимается Смог. От команды Дайр. Дизраптор и Панго убежали. Нужно как-то убегать на Алхимика. Алхимик нажимает ультимейта. Возвращают Алхимика. И умирает он. Байбэк. На одиннадцатой минуте. Это тильт. Это буквально тильт. Здесь же зомби. Здесь же ОД. Зомби пятого уровня на одиннадцатой минуте. Что очень странно. Нажимает ультимейт Панго. Разгоняется. Нужно убивать Стамбу. Умирает Тамба. Но террор просто убегает в лес. И не парится ни о чем. Шесть тысячный творец он уже имеет на двенадцатой минуте. И пять тысяч преимущества. Идет какой-то файт. Никто не умирает. Но все лоу хп. Чайник в никуда улетел. Очень-очень-очень обидно. Что-то очень странное. Один лич так умирает в этом замесе. Умирает также ОД. И также умирает алхимик очередной раз. К зибе. Шесть тысяч преимущества на двенадцатой минуте уже. Ультимейт Орб он все принес. Вы только посмотрите. Энигмана занимает первое место уже было. Четыре один один он играет. Очень много имеет. Просто невероятное количество. Умирает также МК где-то на карте. Нужно сносить Т1 в топе. Открывать топ. Хотя особо это и не нужно. Мид и бот уже открыты. Можно Хорошую часть карты забирать. Пока просто фармит. Монта появляется. Очень ранее Монта. Теперь можно куда угодно идти. И что угодно пушить. Очень много. Ууу. Найтфола. Просто безумно много. Семь тысяч преимущества на четырнадцатой минуте. Нажимает Монта. Для ускоренного фарма леса. Нажимается. Даже метаморфоза. Для того чтобы лесочек подфармить. Вот очередной замес. Бежит Найтфол уже в мид. Сразу же. Здесь четыре героя. Очень мало здоровых складок. Нажимается рефреш. Рефракшн. Точнее даже говоря. Покупает медас на алхимике. Ничего себе. Умирает Лич. Умирает ОД. Умирает зомби. И просто ничего себе нельзя поделать. Также идет нападение на Некролита. Очень стомпит его. Возвращает. Закрывает. Некролит. Может быть нажмет. Какой-нибудь ТПшку. Которая у него была. Сразу же после этого. Но нет. Не хочет. И просто умирает он. Восемь тысяч преимущества. Семь тысяч. Восемь тысяч преимущества. Восемь пятьсот. У Тираблейда. Он даже на Эншетов. Ни разу не сходил на этом герое. Он просто фармит лес Лидня. И убивает тем самым кого-либо в этом. В этой области. И враги просто ничего не могут с ним поделать. Не могут не убить ни его. Получается вот убивает он только всех. Ультимейт Орб очередной он себе приносит. Наконец-таки бежит на Эншетов. Интересно что он взял за талант. К урон иллюзиям взял. Теперь иллюзия носит еще больше урона. Там мы видим был выход на Алхимика. Получится любить Алхимика. Да, Алхимик умирает. Ничего себе нельзя поделать. Также Лич умирает. И зомби там же. Загулявший зомби. Ховый левел зомби кстати. Зомби пятого левела. Только подумайте. На пятнадцатой минуте пятый левел иметь. Это просто невероятно. Игра у зомби просто не пошла. Он был очень сильным на линии. Очень сильно напрягал. Но по игре просто пятый уровень. Пятый уровень. Это какой-то руин. Я не знаю. Кто это вообще? 1.8 он играет. Очень странная игра. 11 тысяч преимущество на шестнадцатой минуте уже. Всягиваются на бот героя. Притопашивается Алхимик на бот. Также идет ТП от Топсона. Можно будет как-нибудь на Алхимика выйти попробовать. Алхимик здесь десятого уровня. Нажимается метаморфоз. Нажимается рефракшн. Нападение на Алхимика. Здесь же Топсон. Он очень много урона. Да, Алхимик умирает. Ничего с ним нельзя подделать. Какой же тильт на Алхимике. Богоподобен. Идеалыч. На Терроре. Он качает плюсики, кстати. Не макшит рефракшн. Нападение на УД. Умирает Топсон. Отлично. Зашел в спину. Получится хватить урона хватать урона. Тут же доджит метеорит. Вау. Не зря его прозывают Идеалычем. Еще один уртиметорп у него. Скади на подходе. Не хватает 600 золота до Скади. Божечки-кошечки. Как же много у него. Как же много. Думает себе забрать, чтобы с метаморфозы больше дамажить. И перелаживает себе лук. Активную способность. Скачает плюсики. Нет, взял на 15 уровне. К здоровью. Стакой Тенчетов. Еще зафармит. И у него уже будет Скади. Не очень приятные крипы. Ну, 11 тысяч преимущества. Очень много. Скади появляется на 18-й минуте. Монта Скади на 18-й. Это что-то невообразимое. Нажимается. Блэк Холл. В ОД в Лича. Лич умирает. Немножко не хватает урона на ОД. Да, также умирает. Да. И зомби. И зомби уходит туда же. 15 тысяч преимущества. Уже ничего не здесь с ним поделать. БКБ он вложит тебя. Потому что просто никакой магии вы его не убили. Он просто разносился с руки. Все герои стягиваются под мид. Или под бот. Пока непонятно, куда они хотят. Рошана, Рошана мигает. Найтфол мигает на Рошан. Нужно забирать как-нибудь Рошана. Отдает Тобсу баночку. Чтобы тот взял Арканруну с себя. И нажал Арканруну под метаморфозу. Чтобы она восстановилась куда быстрее. Очень быстро умирает Рошан. Айги забирает себе Найтфол. 5 минут у него есть. Притпешивается на бот. Мига рисует, что нужно забирать вражеский лес. Также нужно забирать вражеский тир-2 в топе. И тир-2 в миде. Также идет нападение очень быстрое. Ее лично загулялся. Очень сильно загулялся. Алхимик убежал от этого или не убежал. Очень интересно. Алхимик здесь. Светит он курьером пока. Здесь же Тобс нажимает ультимейт. Отлично. Алхимик умирает в очередной раз. Не сделая ничего. Нет, выживает. Убегает. Убегает. Тянет очень много времени. Мансует как-нибудь. Нужно как-нибудь его щемить. Отличная связата первоспила от Тобсона. И алхимик умирает. Молодец. Совсем не пошла игровая алхимика. Совсем-совсем-совсем. 2-7 он идет. 1-10 на зомби. Мне кажется, можно уже сносить. Идти потихоньку. Вражеский герой ничего не могут тебе сделать. Хватит фармить Nightfall. Иди сноси их уже. 17 тысяч преимущество на 21 минуте. 18 тысяч преимущество. Что-то совсем разгромили о них. Совсем. Умирает ОД от СОЛО МК. Но это уже все. Это уже тильт. Просто тотального уровня. Сносится мид. Никто не будет даже дефать. 11 на 0 играет Идиалыч. Умирает Лейч. Очень сильный щит. Кстати, режет дэмэдж. У Террор Блэйда сносится сразу же Тауэр. Не хотят они ничего другого. Ну, игра заканчивается. Видите сами, что отличная игра на Терроре. Что буквально ничего нельзя с ним поделать. В БКБ он себе прикупает. И буквально ничего ему не сделаете. Угра достаточно легкая получилась. Хотя против враги играли достаточно сильные. С хорошими рангами. Ну вот, как-то вот так вот получается, что ли, игра. Давайте уже не носить. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Всем пока.